Привет, друзья! Видеоканал Русская Америка. Меня зовут Юрий Моша. Продолжаю отвечать на вопросы нашего зрителя из Ростова-на-Дону, который хочет купить франшизу Русской Америки, стать нашим представителем и работать под нашими марками на выбор. Либо Американский визовый центр, либо Русская Америка. Может две торговые марки использовать. Вопрос номер пять. Зачитываю вопрос. Хотелось бы понимания средних оборотов какого-либо из успешных ваших партнеров по данной франшизе в месяц, уровень рентабельности понятен – 20%. Ну вот, наверное, тут важная фраза в вопросе – это «успешных». Если успешных, то 3-5 тысяч долларов. Хотя для меня это не успех. Я считаю, что успешный может зарабатывать от 10 и выше тысяч долларов. Просто, наверное, не придают наши партнеры значимости, большой значимости того потенциала, который у них есть. Я уже… Особенно в Украине. Особенно в Украине. Особенно там, потому что там только в грин-карту играет 1 миллион 300 человек. Вы представляете, какое количество людей хотят уехать в Америку. И люди готовы уезжать на новое место жительства даже без денег, потому что там им жить просто очень тяжело и очень сложно. Если правильно все делать, и если правильно рекламироваться, и правильно находить клиентов, я даю очень много советов, то запросто можно зарабатывать и 10 тысяч долларов. Можно работать с предпринимателями. У предпринимателей эмиграция, а можно и не только эмиграция, а может быть просто вид на жительство. Это для предпринимателей есть специальная программа. L1 и для России, и для Украины. И только вот с L1 программы предприниматель в итоге, если мы сложим, например, виза, открытие офиса, открытие компании, подбор персонала и так далее. Это вот 10 тысяч и выше. Вот считайте, 20% ваши. Вот с одного клиента вы получили минимум 2 тысячи долларов. А бывает так, что предпринимателю еще и то, и то, и то, и то нужно. И это может быть в кейсе и до 20 тысяч долларов. Вот тогда ваши уже 4 тысячи долларов. Это с одного клиента. Просто нужно правильно находить клиентов и заниматься в основном, конечно, клиентами обеспеченными, потому что столько ты потратишь времени на человека, который тебе заплатит за туристическую визу, примерно столько же ты потратишь времени для того, чтобы продать кейс предпринимателю. Уже проверено. Поэтому франчайзеров я всех настраиваю работать, конечно, больше всего с предпринимателями, с людьми, которые способны платить за наши услуги. Я не могу говорить в силу коммерческой тайны, конкретно вот Санкт-Петербургский офис заработал столько-то, Харьковский заработал столько-то, потому что это надо их прежде всего спросить, согласие такую информацию давать публично. Но если вы мне позвоните, уважаемый представитель, будущий представитель Русской Америки, надеюсь, что я вас убедю открыть там филиал, то мы можем с вами детально еще в вайбере поговорить. Я вам дам кое-какие цифры, но это один на один. Дальше, шестой вопрос. Вопрос об организации рабочих виз. Полагаешь, что это будет самым популярным, в ряду с туризмом, обращение в наш офис. Вследствие растущей безработицы в сфере коллекционных кадров. Насколько я это понимаю, получение 1B визы предлагает подачу работодателям на конкретного работника, разрешение на это выдается в рамках квот, которые исчерпываются после 1 апреля. То есть гарантий в получении разрешения, если даже удалось найти работодателя, по сути нет. А что в случае отказа? Кто возвращает ему деньги? Или он платит за результат после? Деньги не возвращаются, результат он платит заранее, потому что если бы он платил за результат позже, то вы бы вообще ничего не заработали, и ваш офис в Ростове пришлось бы закрыть, потому что как только бы они получили визу, вы бы уже их не нашли. Мы так экспериментировали с туристическими визами на начале нашей деятельности, пытались сделать в кредит и брали там копии паспортов и какие-то гарантии письменные, там надо же писали, имейл, что я обязуюсь выплатить. Мы причем предлагали так, что если хотите сразу заплатить, у нас тогда была 500 долларов цена за визу, когда мы только начинали работать, сейчас 300, уменьшили мы стоимость, то 500, а если вы хотите потом заплатить по результату, тогда 1000, но потом. И многим мы сделали визу, кто-то заплатил, а большая часть не заплатила. И в итоге мы поняли, что это не работает. То есть люди просто пропадали, просто исчезали и все. Вот так вот. Вот такие вот россияне, украинцы, казахстанцы. Были люди с разных стран, которые нас обманули. Поэтому, конечно, мы и все адвокаты работают, и миграционные сервисы, как мы, и адвокатские компании, они работают по предоплате. Я не слышал о том, хотя мне много раз говорили, что есть какие-то адвокаты, которые делают по постоплате. Я даже видео снимал, сказал, найдите мне такого адвоката, умники, великие, и я буду работать с ним. Ну, конечно, это все закончилось бла-бла-бла, никто ничего не нашел. Это вот я услышал, что бабушка сказала, она той на соседней улице, примерно из этой оперы. Поэтому таких адвокатов нет, не существует. Если они существуют, и мне кто-нибудь скажет, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я тогда извинюсь публично, сделаю отдельное видео, скажу, что я ошибся, и буду работать только с этими адвокатами, которые готовы работать бесплатно, а потом получать, выбивать деньги с людей, которые, может быть, им уже никогда деньги не вернут. Потому что они получили услугу, и все, и забыли, и телефончик поменяли, отключили. Мы, кстати, телефоны свои не меняем на протяжении пяти лет, и всегда поднимаем и отвечаем на все запросы. Так, ну это вот я со второй части сказал по поводу гарантий. А по поводу H1-2 визы, да, вы правы. Действительно, это квота, и действительно гарантий тут никаких нет, и можно иметь работодателя, и потом эту визу не получить. Это такая услуга. Значит, надо брать другую рабочую визу, в которой нет квоты, например, O1, или, например, J1, или H2B, но H2B, правда, для России нет. Ну, рабочая виза – это всегда головная боль. Это всегда головная боль, это всегда проблема, поэтому легче приехать по турвизе, и здесь поменять уже статус, например, на политубежище, и получить разрешение на работу, как все и делают в основном. Так, давайте остановлю, и следующий вопрос в следующем видео. Продолжение следует...